Продолжаем программу и приветствуем известного российского политолога Сергея Михеева. Сергей Александрович, здравствуйте. Вот тут в наших комментариях после программы с Андреем Фурсовым и Сергеем Кургиняном настойчиво и часто просили записать разговор именно с вами, что мы с удовольствием делаем. Спасибо, что нашли время. Да, вам спасибо. Вот тут мы обсуждали предстоящие саммиты в Минске, СНГ, ЕС. Вот есть коллективный Запад, а почему нет коллективного Востока, славянского мира, постсоветского какого-то союза? Тем более, что, кажется, площадки есть у нас СНГ, Евразийский экономический союз, союзное государство. Вот как на эти перспективы вы смотрите? Ну, вы понимаете, перспективы есть всегда, но в истории всегда действуют разнонаправленные процессы. Одни тянут в одну сторону, другие в другую. Так было, есть и будет. Вопрос только в том, какие в итоге перетянут. И, так сказать, эти процессы всегда идут одновременно. И вопрос лишь в том, какой из них будет быстрее или сильнее. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, перспективы такие есть. Но они, на мой взгляд, крайне проблематичны. По целому, ряду обстоятельств. Но, во-первых, не хватает цели, по большому счету. Нету, я бы так сказал, ценностной мотивации. Не хватает мотивации с точки зрения самоидентификации. Мы живем, к сожалению, в эпоху распада большого и сильного, как бы, да, вот этого государства, которое имело такую цель и до того, она имела ее и до 17-го года, оно имело ее и после 17-го года, да, как правоприемник, так сказать, фактически той большой страны. Оно себя ощущало, как что-то особенное в этом мире. К сожалению, распад Советского Союза произошел под знаком того, что, значит, комплекс неполноценности является, по сути, как бы, да, внутренней мотивацией. Под знаком... А вот, Сергей Александрович, а вот давление, которое сейчас оказывается, оно разве не может быть мотивацией? Нет, этого пока недостаточно. Понимаете, давление, например, скажем, есть такой стокгольмский синдром, да, захватывает террористы-заложников. И заложники начинают с какого-то момента симпатизировать террористам, а не тем, кто их освобождает. Поэтому, на мой взгляд, нету целеполагания. Его вот серьезно категорически не хватает. Советский Союз, как большая страна, распался под давлением собственного внутреннего комплекса неполноценности и убеждения самих себя, что мы не такие, а надо стремиться вот туда, где есть доразвитые и прочее-прочее. Окончательно это целеполагание не изжито. Оно очень серьезно, как бы, да, внутрь въелось в мозги. Кроме всего прочего, ну, простейшая вещь, которая касается примата материального над ценностным. То есть, по большому счету, я-то прекрасно помню, так сказать, как все это распадалось. В головах людей улучшение, материальное улучшение своей жизни. Все. Больше их ничего не интересовало. Развлечение, так сказать, да, получение больше денег, получение больше возможностей. И когда материальное, так сказать, превалирует над ценностным, к сожалению, выстроить что-то действительно концептуальное крайне сложно. То есть, грубо говоря, мы пока так и сохраняем относительно безидеологичное существование, относительно, значит, бесценностное отсутствие стратегии и целеполагания. Мы все время говорим только об одном – повышении уровня благосостояния. А когда мы об этом говорим, фактически мы что имеем в виду? Человек, так сказать, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И, соответственно, ну, рядовой обыватель начинает шарить вокруг глазами, да. Ему все равно, кто он по национальности, кто он по вероисповеданию, кто он, так сказать, исторически. Он шарит вокруг глазами и смотрит так, а где можно больше бабок срубить? Вот, собственно, и все. И мне кажется, мы это, к сожалению, до конца не изжили. Начинаем изживать местами, но с большим трудом. Это во-первых. Во-вторых, что касается, например, конкретных этих образований. СНГ – это вообще ни о чем. СНГ – это была форма оформления, так сказать, распада большой страны. Это было заранее, на мой взгляд, такое достаточно ущербное объединение, потому что оно создалось как попытка, грубо говоря, всем внушить, что все нормально. Я очень хорошо тоже помню все эти дела. И когда создавали Содружество, говорили, ну, вы знаете, вот Советского Союза больше нет, но теперь есть Содружество. И мы в рамках этого Содружества будем замечательно жить, все будет хорошо. Тот, кто опять же как бы в курсе, тот знает, что когда Содружество независимых государств создавалось, обсуждались самые разные проекты. Например, проект общей валюты, например, проект общих вооруженных сил, например, проект общей системы ПВО и прочее, прочее. Все это потом было, значит, замечательно похоронено, и от этого ничего не осталось. Третья вещь, которая, на самом деле, серьезно мешает созданию чего-то, чего-то серьезного, такого, так сказать, мощного, это, опять же, преодоление, концептуальная неразбериха. Например, вот мы говорим о славянском, о славянском триединстве. Я лично абсолютный сторонник воссоздания славянского триединства, потому что я уверен, что вот это триединство восточных славян, это мощнейший цивилизационный центр, который, на самом деле, действительно претендует на то, чтобы быть суверенной цивилизацией, которая может конкурировать с кем угодно. Но, во-первых, мы видим внутри нас самих достаточно серьезные проблемы и противоречия. Так вот, мы три славянских народа, а остальных куда девать? А с другими что делать? Мы всем рассказываем про то, что мы многонациональные государства, и это правильно, это хорошо и так далее. Но как в таком случае вот эту идею вычленить и сделать действительно работающие? Кроме всего прочего, например, скажем, на примере Украины, да и только Украины, мы видим, например, скажем, и примеры такого деструктивного славянского национализма, ультра-национализма, да, который там уходит в ультра-формы, в какое-то невоязычество и во все остальные, так сказать, вещи, которые, на самом деле, разрушают, а не объединяют, да. И, кроме всего прочего, конечно, есть внешние центры, которые все эти дела растаскивают. Я уже не говорю про то, что, на самом деле, скажем, в Закавказье и Средней Азии национализмы местечковые, они стали, на самом деле, государствообразующей идеей. Да, и там вот эта этнократия, она, собственно говоря, и правит балл. Поэтому проблем довольно много, в том числе и с точки зрения Еврозес. То есть надо, грубо говоря, найти себя или вернуться к себе где-то, а где-то найти себя с точки зрения самоидентификации и изжить из себя комплекс неполноценности. Тема Украины. Вот она, с одной стороны, самостоятельная, а с другой, как раз, продолжение предыдущей темы. Ведь именно многие говорят, что из-за такого слабого СНГ Украина сначала медленно, потом активнее поплыла и ушла далеко. Вот сейчас мы видим совершенно другую Украину, которая стремится в НАТО, которая активно ссорится со всеми своими ближайшими соседями, погружается в коррупцию. Вот очередное досье Пандора подтверждает это. Тут недавно Дмитрий Медведев выпустил статью, в которой, в общем-то, с одной стороны, философски, а с другой стороны, очень резко говорит о том, что вот, что делать с Украиной, да ничего, как договориться, да никак. Ждать, пока сменится политическое поколение. Вот вы с таким подходом согласны? Ну, вообще, эта проблема такая, она сложная и многоуровневая, да, по поводу СНГ, оно было рыхлым и так далее, и так далее. Но, еще раз говорю, как бы, оно вообще не создавалось для того, чтобы кого-то объединять. Оно создавалось для того, чтобы оформить разъединение. И в этом была его такая родовая травма, если хотите, да. Кроме всего прочего, что касается Украины, на мой взгляд, там были и внутренние проблемы, связанные с тем, что, фактически, они тоже были абсолютно безидеологичны и отдали весь этот дискурс ультра-националистам, у которых была идеология. А у остальных ее просто-напросто не было. От той идеологии, у которых была, отказались, как бы, да, к ней есть вопросы. Вот, а кому отдать? Надо же, чтобы что-то было. Они отдали этим, да, ультра-националистам, и те, фактически, захватили всю поляну и переформатировали всю эту ситуацию. Причем, при этом, как бы, действует совершенно саморазрушительно. Потому что, я, например, не считаю, что Украина добилась каких-то успехов в государственном строительстве. Потому что это не успех государственного строительства, это большая проблема. Теперь второе, что касается статьи Дмитрия Медведева и все, что связано с украинским вопросом. С одной стороны, я согласен с ним в том, что действительно разговоры с Зеленским и с теми, кто представляет его команду, он бессмысленный. Они не самостоятельные, они не принимают действительно судьбоносных решений, они не отвечают за свои действия, у них крайне низкая профессиональная подготовка. И в этом смысле действительно нам довольно сложно иметь с ними дело, просто по той причине, что это бессмысленно. Но можно встретиться, они это используют как пиар, а что будет дальше? Дальше непонятно, что будет. Кстати говоря, я считаю, что нынешние движения Меркель, Макрон и приезд Нолан в Москву, это в том числе реакция на статью Медведева. Ну или эти вещи взаимовязаны. Понятно, что здесь разыгрывается определенная комбинация, мы говорим, что мы с этими людьми больше не будем, о чем разговаривать, а эти раз начинают активничать в эту сторону. Но с чем я не согласен, это с тем, что не надо ничего делать, надо просто ждать. Знаете, это бессмысленно, потому что ждать и совершенно не действовать, это как раз то, что нам предлагалось после распада Советского Союза. Нам говорилось, что вот теперь мы живем в новой ситуации, вот рынок все определит, и вообще теперь все по-новому. Давайте будем ждать результатов того, какие результаты все это принесет. Это принесло, на мой взгляд, крайне негативные результаты, причем во всех совершенно сферах жизни. Ждать здесь нельзя. Здесь надо действовать с точки зрения того, чтобы способствовать изменению политической ситуации на Украине. Кстати, я считаю, что это общая задача для России и для Белоруссии. Я об этом говорил, потому что Украина на самом деле будет использоваться, вне всякого сомнения, как плацдарм для влияния и на Россию, и на Украину. Это общая задача. И, кстати, возможно, через это можно выйти и как-то на вопрос о воссоединении трех славянских народов. Но, по крайней мере, это должно быть стратегической целью. А пока, на самом деле, это стратегической целью не является. И в этом смысле статья Медведева, ну она какая-то тоже такая, ну цели никакой нет. Но вот как сложится, так сложится. Как будет оно, так и будет. И мне не кажется, что это такой эффективный подход. Хотя понятно, что когда официальное лицо такого уровня что-то там такое пишется и говорит, то это ясно, что это некий такой политический месседж, и там что за ним на самом деле стоит, это другой вопрос. И какие обстоятельства привели вообще к написанию самого этого текста. Еще одна примета времени, это газовый вопрос. Вот такое ощущение, я уверен, что оно у многих, что Европе нужен вот этот газовый вопрос для создания такого образа врага в лице русских. Мол, это они мучают вас холодом. При этом, в первую очередь, наказывают ведь самих себя. Вот откуда у них такая принципиальность, что они готовы наказывать даже себя для того, чтобы гнуть эту линию? Мне кажется, нет никакой принципиальности Европы. Есть, во-первых, ситуация, в которой, мне кажется, они сами попали в ситуацию такого абсурда. Мы вообще живем в эпоху, когда вроде бы как информационные технологии, и весь мир пронизан потоками, и все можно в режиме реального времени узнать и сообщить. А с другой стороны, вот это вот, мне кажется, прогресс технических средств ведет к очевидному регрессу человеческого качества, человеческого капитала. Мы иногда переоцениваем европейских политиков, говорят о депутатах Европарламента. Очень часто это крайне недалекие, в общем, не широко образованные люди. И они тоже могут находиться в ситуации абсолютного абсурда, сами себя нагружая вот этими, значит, выдумками, которые они там понапридумывали. Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что есть Европа, в которой вот эту тему качает, как бы, да, условно говоря, ряд восточноевропейских стран. Вот та же самая Польша, Литва, там, ряд стран Балтики. Да, и они это делают совершенно осознанно, в том числе, выполняя, на мой личный взгляд, ну, скажем так, поручения американцев. Почему? Потому что вот этот рост цен на газ, ведь на самом деле это косвенно содействует повышению конкурентоспособности американского сжиженного газа. Когда говорят, что вот, мол, типа, вот это так спонтанно все получилось и так далее, и так далее. Ну, и смотрите, спонтанно или не спонтанно, так сказать, специально или нарочно. Но, тем не менее, цены поднялись настолько, что на их фурне уже кажется, что дорогой сжиженный американский газ не такой уж и дорогой. Что на самом деле можно пользоваться. А если еще это, например, скажем, усугубить темой о том, что российский газ, даже если он дешевый, он все равно неправильный, вот вы получаете, да, постепенную переориентацию рынка Европы на американский сжиженный газ. То есть тут есть совершенно очевидная манипуляция. И когда вы спрашиваете, насколько далеко они могут в этом зайти, это вопрос вообще наличия воли, остатков воли у европейской элиты. Но, с другой стороны, сама эта ситуация, она показывает простую вещь. Это неизбежно будет вести к внутреннему их размежеванию. Все-таки те, ну, условно, как бы старые европейские элиты, которые понимают прекрасно, что российский газ в этом смысле, он и дешевле, и проще, да, и на самом деле предсказуемее, я думаю, что они в любом случае будут вынуждены это осознать. И, в конце концов, все-таки Германия, несмотря на все давление, не отказалась от достройки Северного потока-2. А те, кто будет топить вот эту, значит, абсурдную совершенно тему про Россию, и кто будет косвенно или прямо выступать на стороне американцев, как бы они будут отклоняться в другую сторону. Я думаю, что все-таки они российский газ по трубе будут получать, да, там будет тоже много всяких разных, так сказать, будет всевозможных коллизий, ситуаций, но, в общем и целом, выгода, скорее всего, перевесит. А что же касается самой по себе этой темы, злая Россия и прочее, прочее, это настолько искусственная конструкция, настолько вымороченная, настолько она выдуманная, она опирается, на самом деле, на низкое качество, качество, если хотите, так сказать, даже образованности массового европейца на сегодняшний день. Потому что, простая вещь, слушайте, российским газом Европа стала пользоваться советским газом. Во времена, когда существовал Советский Союз и Организация Варшавского договора, когда эта организация имела реальные планы войны против Европы, реальные планы в Генштабе, так сказать, да, лежали, как бы, да, развитие наступления до Ла-Манши и так далее, и так далее. Мир стоял на грани ядерной войны. И, тем не менее, Европа пошла не просто на покупку российского газа, она пошла на то, что была заключена, как известно, сделка газа в обмен на трубы, и Германия помогла построить этот трубопровод. Она помогла, этот же трубопровод, он построен из немецких труб, в которые, как бы, да, был закачан советский газ. А ситуация была гораздо более тяжелая. Это просто показывает абсурдность всех вот нынешних вот этих построений истерических по поводу России. Потому что нынешняя Россия, конечно, ну даже близко по своей мотивации, как бы, да, не находится там, где был Советский Союз. То есть это все выдумка полная. Но серьезно снизившийся уровень вообще просвещения, если хотите, да, культуры и информированности, опять же, вот, несмотря на невероятное развитие техники, да, он способствует тому, что можно вешать лапшу на уши массовому обывателю. Еще раз повторяю, я считаю, что это философская проблема. Техника прогрессирует, и человек, на мой взгляд, очевидно, прогрессирует. Вот, Сергей Александрович, ну, философская, не философская, но пугает той очень многих, если посмотреть, с каким рвением они формируют вот именно это отношение, что холод и прочие беды европейцев, они от России. Вот до горячей, до войны так не дойдет? Ну, это может случиться, потому что тоже не стоит переоценивать разумность человечества, да. Человечество, как бы, многократно ввергало себя в крайне ожесточенные и очень кровопролитные войны. Я думаю, что никаких гарантий от войны, к сожалению, никто здесь не имеет. При этом, надо понимать, что тут такая штука, да, попытка идти на уступки, скорее всего, саму эту опасность, саму эту опасность не снимает. Но будем надеяться, что ничего подобного, как бы, не случится. Хотя, я вам честно скажу, конечно, это очень плохо, но иногда бывает так, конфликтная ситуация разрешается, то есть, вернее, напряженная ситуация решается через конфликт. Когда вот она вообще не может решиться эволюционным путем, знаете, говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но я не за конец, как бы, да, как бы, и не за ужас. Вот, а просто за то, что, возможно, это подвигнет к более быстрым, как бы, да, и к более радикальным решениям. Хотя, я, вот я лично считаю, если честно, что Европа категорически не готова ни к какой войне с Россией, вообще. Да и Россия, все, что я знаю в российском руководстве, меня лично уверяет в том, что российское руководство тоже никакой войны с Европой не хочет. В этом смысле я, например, скажем, даже более радикально настроен, чем российское руководство. Вот, но будем надеяться, что этого не случится. Что может случиться? Что может случиться? Это действительно вот такое вот безумное совершенно давление с целью переориентировать Европу на американский сжиженный газ под немытьем-то кантынем. Это, видимо, будет происходить. Как это? Насколько это у них удастся? Другой вопрос. Пока удается, но не настолько, насколько американцам хотелось бы. Вот есть еще одна тема, мне кажется, она актуальна не только для белорусов, но и для россиян после августа 2020 года, у нас после февраля этого года в России. Вот нет ощущения, что все прошло. Вот есть какое-то напряжение, такая наэлектризованность, которая периодически искрит. И вот эта трагедия с офицером КГБ. И, в общем-то, в этом ряду ведь идет и газовый вопрос, и Нобелевская премия журналисту «Новой газеты». Вот в комплексе с чем мы имеем дело, на ваш взгляд? Не, ну, есть, как обычно, всегда это комплекс объективных и субъективных причин, внешних и внутренних факторов. Все это тоже процессы, не черно-белые, не такие вот, не плоские. Они все тоже такие очень комплексные. С одной стороны, ну, очевидно, что есть определенное напряжение и потребность в каких-то переменах. Мне кажется, это тоже очевидно. Какие они должны быть, в какой сфере, какого качества? Это очень длинный вопрос, который надо обсуждать. И, кстати, в каждом конкретном случае здесь есть поле для дискуссии. Но то, что они нужны, эти перемены, мне кажется, это очевидно. Кстати говоря, нужны с точки зрения вот этого большого проекта с таким серьезным целеполаганием. Потому что, еще раз говорю, когда люди, она как бы заточена только на вот это вот, на бабки, они больше про них что-то думать не могут. На самом деле, вся вот эта современная массовая культура, она опускает планку ожидания людей и планку их осознания процессов и самих себя на очень низкий уровень. А это порождает, на самом деле, такие всякого разного рода спонтанные реакции, иногда немотивированные, как бы люди вообще дальше собственного носа своего вид не хотят и так далее, и так далее. Это с одной стороны. То есть, на самом деле, нужен качественный новый проект. Кстати, такой проект, на мой личный взгляд, и, может быть, у меня просто тоже профессиональная деформация, потому что я занимаюсь по советским пространствам, такой проект мог бы возникнуть на базе, опять же, этого славянского триадества, или на базе сотрудничества России и Беларуси. Нужен большой качественный проект с ценностным целеполаганием, со сменой, между прочим, в том числе, на разных этажах кадровой политики и так далее. Он мог бы вытянуть многие проблемы, теоретически, по крайней мере. С другой стороны, есть очевидное внешнее воздействие. Идет борьба, идет конкуренция, идет борьба между, условно, коллективным Западом, ну, в первую очередь, Штатами, а также тех, кто на самом деле пытается управлять Штатами, потому что там тоже много разных уровней. Есть национальная Америка, да, это условный Трамп, которого они просто чуть не закончили. Есть транснациональные корпорации, для которых Америка – это просто ширма. Есть Европа, которая, если честно, как бы, да, на сегодняшний день, это ими прилагательное. Но в конечном итоге идет борьба, в конечном итоге идет борьба за глобальное доминирование. В этой борьбе любые конкуренты, любые, воспринимаются коллективным Западом как опасность. Эта опасность решается двумя способами. Если возможно, прямым воздействием, то есть, грубо говоря, военным воздействием, да, в данном случае это невозможно. Если невозможно, то дальше экономическим давлением и дестабилизацией ситуации изнутри. Этим они тоже занимались, занимаются и будут заниматься. Здесь не надо никаких иллюзий. Другой вопрос, что наша такая, знаете, позиция, опять же, которая проистекает из тех же самых 90-х, позиция вторичности, пассивности, ожидания, да, она, их провоцирует на беспредел, а нас лишает поля для маневров. Мы все время говорим, так сказать, что мы надеемся там на разумность западных партнеров. О чем мы на нее надеемся? Что есть какие-то примеры их разумности, что ли? Я, например, их не вижу, этих примеров, да. То есть, мне кажется, инициативы не хватает. То есть, а, не хватает морально-нравственной ценностной ориентации, б, не хватает большого проекта, в, не хватает самоидентичности, суверенности, и самое последнее, не хватает, не хватает, так сказать, вот этого, если хотите, политической воли для того, чтобы идти впереди процессов, а не реагировать на происходящее. — Напоследок, наверное, вот такой вопрос. Обычных зрителей волнует, когда все это закончится, когда заживем снова спокойно. У вас на этот счет прогноз есть? — Ну, это вопрос тоже ко всем обывателям. Обыватель же он такой, знаете, он хочет, чтобы у него все было, и ничего за это не было. Ему, в принципе, можно понять, но вот хочется спросить, а что вы вообще считаете нормальной жизнью? Что есть нормальная жизнь? Что должно закончиться? Я тоже такие вопросы слышу. У меня вопрос, что такое, по-вашему, нормальная жизнь? Что это вообще? Если честно, я в Советском Союзе прожил, условно говоря, половину жизни, и все-таки был молодым человеком. Для молодого человека все это выглядит как-то так. Ну, ты немножко не думаешь в этом. Но, если честно, например, скажем, многое из того, что в советское время казалось совершенно немыслимым, сейчас является обычным, и уже никого вообще не устраивает. Я прекрасно помню, что в советское время, скажем, люди, обладающие автомобилем, считались очень богатыми. Вот сейчас, как бы, да, как бы у людей этих автомобилей, хоть вообще ешь там одним местом, да, они считают себя несчастными. Они считают несчастными себя, что вообще у них в жизни ничего нет. Раньше, как бы, если человек, там, ему перепадало, там, это самое, увидеть какой-то западный фильм или, там, какой-то журнал он получил, да, ему казалось, что все, он мог его листать, как бы, да, это самое, залистывать его, там, это самое, месяцами друзьям показывать. Сейчас вот этой всей, вот этой цветной каши, ее немеряное количество, но люди несчастны. Вопрос в амбициях. Вот я почему всегда начинаю с ценностей? Ценности каковы? К сожалению, общество потребления постоянно отодвигает линию горизонта и стимулирует постоянное недовольство. Вот недовольство. Мы, на самом деле, ушли от внутреннего, мы перешли к абсолютно внешнему, поэтому средний обыватель недоволен все время. Иногда он имеет для этого реальные основания, а иногда не имеет, ему неинтересно ни с чем сравнивать, постоянно сравнивать с тем, что вот, а я вот слышал, а я вот ездил, а я вот две недели был, как бы, а я вот тра-та-та и тра-та-та, да. Что за этим стоит, там, и его вообще часто не интересует. К сожалению, вся вот эта культура потребления, субкультура потребителя, она порождает постоянное недовольство. Почему? Потому что люди, которые являются апологетами, вот эта культура потребления, они считают, что это недовольство постоянно порождает спрос. А спрос порождает, как бы, развитие, так сказать, да, а это деньги. Вот. Но можем ли мы так жить и правильно ли это? Вот вопрос. Поэтому, что кончится, когда кончится? Не знаю, никогда не кончится. Вот. Вопрос в том, как вы себя воспринимаете в этом процессе и что вообще вы видите в виде целей. И каковы разумные рамки ваших амбиций в этой жизни. Поэтому, понимаете, этого тоже не хватает, здесь не хватает целеполагания, большого проекта. Ведь мы же все время говорим о том, что наша цель – это постоянный рост благосостояния. Постоянный рост? А это значит, что тут края этого нету, границы этого нету. Давайте вернемся к каким-то вещам, кроме благосостояния, которые тоже нужны, которые вообще затрагивают ум, душу. Чтобы человек вообще себя как-то немножко по-другому стал ощущать, а не то, что как свиня на свиноферме, знаете. Это хорошая стратегия для свинофермы. Постоянное увеличение привеса или там для коровника удвоев и все такое прочее. Человек живет еще чем-то. Ему еще что-то нужно, да. Вот мы это, если честно, вот серьезно подзабыли. Серьезно подзабыли. А поэтому получаем, значит, поколение все время недовольных людей. Они все время недовольны, они все время с чем-то что-то сравнивают, как бы им все время не так. А из внешнего контура им внушает мысль. Что, ага, жизнь такая плохая, что ее не жалко разрушить. Не жалко разрушить, потому что хуже не будет. Это познается, то, что хуже будет, познается только через опыт. Но, к сожалению, опять же, так как апелляция идет в основном к людям молодым и среднего возраста, то им это невдомек. Тем более, я еще раз повторяю, считаю, что народ серьезно отупел. Благодаря вот этой массовой культуре он глупеет. Он глупеет. И, кстати, в этом смысле здесь во многом виноваты и власти наших стран и многих стран. Они стимулируют вот эту субкультуру потребления. Они стимулируют оглупление. Им кажется, что так можно решать политические задачи. А на самом деле так можно решать только сиюминутные политические задачи. А стратегические, наоборот, вы проигрываете, потому что вы выращиваете поколение людей, которым все время плохо, которые постоянно недовольны. И которые ничего, кроме, грубо говоря, своего личного огородика, сарайки свои, они вообще знать не хотят. Вот что плохо. Спасибо за этот разговор, Сергей Александрович. Спасибо. Счастливо.